Мир вам, братья и сестры! Хотел бы поделиться небольшим откровением, чтобы вдохновить вас, чтобы поддержать вас. Знаете, размышлял об Иеве и его истории, и думал о том, с какой несправедливостью он столкнулся. И больше несправедливость заключалась в том, что сам Господь позволил произойти всем этим вещам в его жизни. И возможно, сегодня ты проходишь какие-то трудности, ты проходишь какие-то обстоятельства, и ты не понимаешь, как это пришло в мою жизнь. И ты задаешься вопросом, от чего это постигло меня? Драгоценно, я бы хотел вдохновить каждого из вас тем, какой урок из всего этого Иов получил. Иова, 42 глава, 5 стиха мы читаем. «Я слышала о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». Самый большой урок, который Иов получил для себя из всей его истории, из всей этой ситуации, он говорит, «я отрекаюсь, моя реакция на все это была неправильная. Я посыпал голову свою прахом, я начал впадать в какие-то депрессии, я начал впадать в какие-то различные дискуссии. Это все было неправильно, Господь». И еще что он говорит, «теперь я вижу тебя». Драгоценно, я бы хотел вдохновить каждого из вас, начинайте выстраивать отношения с Богом там, где вы есть, будь то пустыня, будь то какие-то трудности, будь то какие-либо печали. Бог хочет говорить с вами лично, потому что Бог пришел к Иову посреди всех этих испытаний и начал с ним диалог. И после всего этого его мировоззрение, его отношения с Богом, они кардинально изменились. И что больше всего меня вдохновляет во всей этой истории Иова, тем, что 42 глава, она заканчивается следующими стихами, 16 стих. «После того Иов жил». Драгоценный, что бы ни происходило сегодня в вашей жизни, ты будешь жить, и будешь жить с Господом. Будьте благословены, мир вам!